Дмитрий Плетенчук, спикер военно-морских сил, вооруженных сил Украины, с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро, студия. Приветствую зрителей. Ну, Дмитрий, давайте все-таки начнем как бы сначала. Мы понимаем, что все-таки это ожидаемые вещи, поскольку большую группу своих кораблей из Новороссийска враг перевел в Азовское море. И вот мы последние дни наблюдаем, как оттуда покрывают территорию Украины калибрами. Да, пока что незначительное количество, но тем не менее мы понимаем, что, наверное, будут увеличивать свои возможности. Как можно противостоять этой угрозе именно с Азовского моря? И если я не ошибаюсь, как раз-таки первый потопленный корабль был не Москва, а это был большой десантный корабль «Саратов» в порту Бердянска. То есть есть возможность, по крайней мере, ближе нахождения этих кораблей в Азовском море. На самом деле, вы абсолютно правы, так. Первый корабль был утоплен, кстати, сухопутными войсками и уничтожили его в порту Бердянск. Тогда же получили повреждение еще два больших десантных корабля, при том даже командир одного из этих кораблей погиб непосредственно после этого удара. Но, во-первых, по уточненной информации, все-таки запуск «Калибров» произошел не из Азовского моря. То есть после проведения дорозвитки стало понятно, что все-таки использовался подводный корабль, подводная лодка, которая находится в Черном море. Сейчас она находится там же, разряженная. Это проект «Варшавянка». У него четыре ракеты на борту, и вот сейчас он находится в море без ракеты. Отстрелялся именно он. Один из кораблей надводных, который является носителем крылатых ракет, из Азова вышел, покинул его и перешел в пункт базирования «Новороссийский». То есть там сейчас на две единицы меньше, и мы считаем, что до 16 калибров на борту. Мы всегда их считаем заряженными, в принципе. Поэтому можно сказать, что все-таки они Азов не решаются использовать для этих атак. Наверное, тоже понимают прекрасно, что все-таки они там находятся ближе чуть-чуть, чем в «Новороссийске» к линии боевого столкновения, и делают соответствующие выводы. Поэтому, в принципе, ситуация остается без изменений. В Черном море они присутствуют за счет именно подводных кораблей, подводных лодок. И в Азове остается достаточно большая группировка войск, извините, кораблей. И все-таки они там, вероятнее всего, осуществляют именно учебный процесс. Дмитрий, того количества российских военных судей Черноморского фото Российской Федерации, для каких целей ныне, в принципе, достаточно, если так можно сказать, те, которые находятся в рабочем состоянии? Ряд российских военкоров продолжают просто мечтать о десанте российском в украинском городе Одесса с высадкой и прочим, и прочим. Вопрос реалистичности. Вот тут, наверное, самый главный вот этих вот фантазий представителей российских военкоров. На что сейчас, в принципе, может действовать, для каких задач Черноморский флот Российской Федерации, в том числе в контексте десанта? Вы меня, честно говоря, сейчас удивили, что еще остались такие мечтатели. Ну, очень ждем их, в принципе, в Одессе. По большому счету, если обойтись без бравурных заявлений, то давайте просто оценивать факты. По факту подойти к украинскому берегу они не могут. Это раз. Потому что дистанция, которую покрывают береговые ракетно-артиллерийские войска военно-морских сил Украины, это минимум 100 морских дней. Поэтому тут у них шансов как бы немного. Во-вторых, потеряв свои десантные корабли большие, потеряв потенциал для операции достаточно серьезный, а я напоминаю, это четыре корабля только уничтоженными, еще пять у них в ремонте находятся. То есть это далеко уже не те возможности, которые были в начале полномасштабного вторжения, когда им это не удалось. Ну и третье, не менее важное, то, что такие операции являются самыми сложными. Первым сложным видом морских операций, в принципе, высадка десанта, но она не проводится как самостоятельный вид операции, как правило. Она происходит в общевойсковой операции. То есть для этого у них должен быть успех на суше. Вот когда, если бы они не остановились в Вознесенске в свое время, в начале полномасштабного вторжения, и оттуда не откатились, не по своей воле, конечно же, то именно встреча могла бы операция по выходке десанта производиться. Но не так. Не так стало себя гадалось, как говорится в украинской пословице. В результате вариантов сейчас у них для этого фактически нет. Дмитрий, вот еще хотелось бы уточнить касательно Азовского моря. Если так вот посмотреть по карте, акватория оккупированного Азовского моря с юга закрыта, как пробка Керченским проливом, над которым пролегает Крымский мост. Силы и средства, которые обороняют этот мост, фактически оборонят и вход в Азовское море. Это та же защита от наших морских дронов. Как еще, кроме, получается, воздушного пространства использовать, чтобы уничтожать, к примеру, российские корабли? И какие порты враг использует в Азовском море для пополнения боеприпасов, обслуживания того же, для понимания логистики? Во-первых, там есть порт Тимрюк, который, в принципе, они используют в военных целях. Это территория так называемой Российской Федерации, по крайней мере, пока еще. И, да, они используют наши порты, в первую очередь, Мариуполь, для того, чтобы заходить туда гражданскими судами. Туда не заходят суда, которые являются официальными, белыми. Те, которые проходят Босфор, те, которые заходят в иностранные порты, там не появляются. Туда заходят судна, которые, в принципе, не предназначены для того, чтобы банально грабить, вывозить. Эти судна, соответственно, там наполняются, наполняются. И после этого они перекидывают, как правило, это зерно и металл. Все, что они смогли вывезти с нашей территории, они после этого выгружают уже в своих портах. Ну, а там якобы этот товар белеет, в кавычках, и далее можно же перегружаться на другие суда, для того, чтобы уже в дальнейшем торговать тем же самым зерном, например. Такие факты есть, они подтверждены. Но, то есть, сам способ использования наших портов, еще раз повторю, Мариуполя, первую очередь, это вывозить награбленное. Но вот таким серым флотом. Дмитрий, о возможностях украинских также. Примерно месяц тому назад было сообщение о том, что украинские инженеры создали еще одну ноу-хау с морскими дронами, установили на морской дрон Sea Baby такие напрямые для запусков 122-мм реактивных снарядов с Града. Вот такое тоже ноу-хау. За это время как себе показали морские дроны Sea Baby с Градами? Использовались ли они в том числе в отношении черноморского фото Российской Федерации? Ну, информацию об использовании подобных дронов, таких как, например, Sea Baby, в полном объеме вам сможет дать только соответственно эксплуататор, это Служба безопасности Украины. Мы, в свою очередь, с нашей стороны, военно-морских сил, максимально поддерживаем наших коллег, максимально принимаем участие в том объеме, в котором необходим для того, чтобы обеспечить действие на море. То есть, да, эту работу мы делаем совместно, потому что любые операции, которые проходят в нашей зоне ответственности, они происходят либо в кооперации с военно-морскими силами, либо при их участии. Поэтому раскрывать подробности применения техники, которая состоит на вооружении у наших коллег мы не можем. И хотелось бы уточнить, опять-таки, как пополняют свои резервы и доставляют на юг оккупанты. Вот если вспомнить о паромной переправе, которая была тоже поражена, но, тем не менее, оккупантам удалось ее возобновить, работу этой паромной переправы. И мы понимаем, что все-таки она не может, наверное, достаточное количество объемов, необходимых для врагов пополнения, перевозить. Ну и это не всесезонная история. Что касается железной дороги, как вы, по вашим наблюдениям, можете, скажем так, охарактеризовать, на каком этапе она, поскольку грозятся к осени ее закончить? Я так понимаю, когда уже переправу невозможно будет морскую использовать. Ну, в принципе, полностью логично. И, да, конечно, они будут пытаться в этом году закончить. Переправа работает. И в том объеме, в котором она способна перевозить, она используется. Мост в этом плане играет не главную роль, далеко не главную роль. И, да, переправу восстановить проще. Просто пригоняешь паром откуда-то другой, и вот и все восстановление работы переправы. Вопрос в том, насколько хватит этого судна. Что касается железной дороги, ну, посмотрим, как они будут эту ветку дотягивать запланированную. И уже будем делать выводы по ситуации. Дмитрий, какие, по вашему мнению, выводы сделали российские оккупанты? Вот в контексте тех же ноу-хау, которые украинские инженеры внесли в эту агрессию начатой Российской Федерации, на протяжении примерно полугода в российских СМИ были заявления о построении российских морских беспилотных экипажей, беспилотных дронов морского типа. В том числе были даже видеоиспользования, якобы, я так понимаю, что-то в стиле учений проводили российские террористы. Применять морские дроны в войне против Украины нелогично, потому что Украины нет флота в классическом понимании, скажем так. И почему-то, знаете, такая мысль закрадывается, а не создаются ли морские дроны российскими террористами для войны, к примеру, в Балтийском море? Вот что известно военно-морским силам вооруженных сил Украины, а вот этих вот российской кражи украинским ноу-хау. Проходит ли развитие определенное этот процесс? На самом деле у них некоторые системы были на вооружении, они даже использовали, если мы говорим о морских дронах. И да, они, в принципе, открыто об этом говорили, что они будут развивать это направление, поэтому, конечно, мы в своей повседневной работе тоже учитываем эту вероятность. И в этом плане не стоит недооценивать россиян, они в плане кражи идей и, в принципе, в заимствовании подобных решений достаточно быстры, скажем так. То есть они, в принципе, да, они всегда стараются копировать какой-то позитивный опыт. И в том-то и проблема противодействия в море, то, что враг все-таки старается, пытается у нас учиться. Что-то мы можем у них повзаимствовать, конечно, тоже. Но в любом случае мы рассчитываем на то, что в какой-то момент они могут перейти к использованию и подобных систем, само собой. Извините, я уже должен с вами попрощаться на следующий репет. Спасибо вам огромное, Дмитрий. Спасибо военно-морским силам Вооруженных сил Украины за их активные действия, акции прямого действия в отношении Черноморского флота России. Дмитрий Политинчук был с нами на связи спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова